Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Каковы границы Азербайджана? В ходе видеоконференции с экспертами Эл-Арты выявились новые обстоятельства. Омбудсмен Арцаха завершил необъявленный визит в уголовно-исполнительное учреждение. Ситуация в Сирии. В Турции снова нанесла авиаудары по Северному Ираку. В США официально задействованы космические силы. В Кесаре найдены останки мамонта возрастом 7,5 миллионов лет. Со времени про разглашение суверенитета правительства Дашнак-Цаканов в Тифлисе 30 мая 1918 года над армянскими регионами Кавказа мы выяснили, что существует четыре конфигурации, касающиеся западных границ Азербайджана. Первая конфигурация. По данным Кавказской Армянской Республики, правительства Дашнак-Цаканов и Турция подписывают Батумский договор 4 июня 1918 года, определяющий границы между Турцией и Азербайджаном. На эти границы до сегодняшнего дня претендует Азербайджан. Кавказская Армянская Республика, не признанная международными сообществами, составляет 10 тысяч квадратных километров. Вторая конфигурация. По Республике Армения. Восточная часть. 1990 год. Республика Армения, проразглашенная независимостью 23 августа, приняла закон о 24 июня 2010 года, который частично определяет границы с Азербайджаном и Нахачеванью, с которым можно ознакомиться по следующей ссылке на армянском языке. Третья конфигурация. По данным Республики Арцах. В этой конфигурации Республика Арцах описывает границу с Азербайджаном, которая соответствует Бишкекскому соглашению о прекращении огня, подписанному в мае 1994 года между Арцахом и Азербайджаном, который должно включать северные районы Шаумяна. И четвертая конфигурация. По данным Республики Западная Армения. 24 июня 2016 года Республика Западная Армения ратифицировала Сербский мирный договор, который определяет пограничные условия между Турцией и Арменией, а также между Арменией и Азербайджаном. Граница определяется по Сербскому договору. Полная статья находится на нашем сайте. В ходе скайп-конференции с экспертами ЭЛАРТ выявился ряд новых обстоятельств, которые нуждаются в исследовании и оценке. Как передает Армен Пресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пшинян. Вчерашнее обсуждение содержало важную информацию для ответа на вопрос, нуждается ли АМУ-САРСКИЙ проект в новый ОООС. Напомню, что Министерство окружающей среды должно дать заключение до 4 сентября. Ниже, как я и обещал, полностью представлено вчерашнее обсуждение, написал премьер-министр Армении, представив видеоматериал обсуждения состоявшегося в ходе видеоконференции с экспертами ЭЛАРТ. Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бекларян совершил необъявленный визит в уголовно-исполнительное учреждение и следственный изолятор уголовно-исполнительного управления полиции Республики Арцах. Как сообщили Армен Пресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата защитника прав человека НКР, в рамках визита омбудсмен ознакомился с состоянием обеспечения прав лиц, лишенных свободы, в том числе с условиями их содержания ситуаций в отношении реализации их права на общение с внешним миром, условиями охраны здоровья и обеспечения питания и рядом других направлений. Помимо закрытых встреч, в камерах омбудсмен во время своего посещения также провел и личные беседы с группой лиц, лишенных свободы. В юго-восточной части Идлиба продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и радикалами незаконных банд-групп. Согласно данным новостного портала Мураселон Ньюс, при поддержке ВКС РФ Сирийской Арабской Армии удалось освободить населенные пункты Хувейн-Аль-Кабир и Аз-Зарзур, а также занять высоту Таль-Акбар и фермы Уат-Тамани. Во второй половине дня также появилась информация о взятии самого города. По мере продвижения сил Сирийской Армии, авиация РФ и Сирии вела работу в районе населенных пунктов Джарджанас, Тель-Манис, Аль-Катфа и Мааршурин, Ат-Тах, Маарет-Шамшин и Дейр-Шарки, о чем сообщал медиапортал Step News Agency. Кроме того, боевые вылеты прошли в северном Идлибе недалеко от города Ат-Дувейла. Вооруженные силы Турции в сотрудничестве со Службой национальной безопасности Турции нанесли воздушный удар по северной части Ирака в районе Гара. Об этом сообщает турецкая газета Милиет. Согласно микроблогу, Министерство обороны Турции в твиттер при боевика рабочей партии Курдистана РПК были убиты в результате нападения. Вооруженные силы Турции продолжают операцию Коготь-2, грубо нарушая международное право. Космическое командование официально действует в США, став шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск ВВС, ВМС, корпуса морской пехоты и береговой охраны. Руководить новой структурой будет четырехзвездный генерал Джон Реймонд, который, по словам президента США Дональда Трампа, пользуется большим уважением среди коллег. Флаг командования представили на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС. Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе в сфере будущего противостояния, заявил Трамп. Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США. Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому мы знаем лучший способ предотвращения конфликта, подготовиться к победе, утверждает он. Во время раскопок на Ямулинском водохранилище в провинции Кесария, Западной Армении, обнаружены останки мамонта возрастом 7,5 млн лет. Это животное считается предком слонов. Огромные останки были найдены фермерам. По словам экспертов, животное проживало 7,5 млн лет назад и имеет длину 3,5 м. Череп и нижняя челюсть полностью сохранившегося животного остаются одним из крупнейших найденных в мире. Раскопки продолжаются. Эта интересная находка проливает свет на историю. Ожидается, что раскопки в этом районе продлятся еще 30 лет. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Голдвий Герек. Голдвий Герек. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!